Санкт-Петербург, уважаемые педагоги, учителя физкультуры, поздравить вас с нашим петербургским праздником, с вашим днём. Конечно, сегодня мы отвечаем этот праздник уже в традиции в рамках нашего международного, 10-го юбилейного петербургского образовательного форума. К нам приехали очень много гостей из 33 стран мира, наших партнёров социальных, с кем мы реализуем большое количество различных проектов. Я сегодня встречалась с большой группой делегатов из других регионов, а это все 85 регионов России, и все передавали вам поздравления и огромный привет и наилучшие пожелания. В Санкт-Петербурге много различных, спортивных, современных объектов. Но самое главное и самое лучшее достояние, которое помогает развивать физическую культуру и спорт в городе, это, конечно, люди. И мы гордимся, уважаемые учителя, мы гордимся учителями, сегодня армия которых уже почти что две с половиной тысячи. А вспомните, еще пять лет назад у нас было 1400, 1400 учителей физкультуры. Ежегодно десятки молодых специалистов пополняют наши ряды. Приходят работать в школы, приходят работать в наши центры, спортивные учителями физической культуры и педагогами дополнительного образования. Самое главное, мы с вами сохранили школьные спортивные группы, мы открываем отделение дополнительного образования уже более 450, а школа у нас 608. Это, конечно, все, опять-таки, в тесном взаимодействии с комитетом по спорту. И профессия учителя до сегодня, я хотела бы отметить, она вновь именно учителя и учителя физкультуры. Она вновь становится уважаемой и престижной. И я думаю, вы со мной согласитесь. А ребята с гордостью говорят о своих педагогах, о своих наставниках. Это мой тренинг. Именно это мы сегодня услышали, когда входили в этот прекрасный манеж. Достижения петербургских учителей, они отмечаются на самом высоком уровне. Сегодня среди нас педагоги, которые достойны премии правительства Санкт-Петербурга как номинации «Лучший учитель», педагог, наставник, учитель, который подготовил призеров и победителей всероссийских и международных олимпиад, победителей конкурса педагогических настижений. И мы очень надеемся и верим, даже уверены в этом, что и в дальнейшем количество участников и победителей педагогических конкурсов в этой предметной области станет еще больше. Роль учителя физической культуры становится сегодня очень важной и очень значимой. И это обстоятельство диктует и систему требований самому учителю физкультуры. Вы должны стремиться быть примером для своих учеников, постоянно повышать свою конкурсацию, осваивать инновационные образовательные технологии и методики. Казалось бы, физкультура и инновация, но это все рядом. И без этого к школе свободы двигаться вперед не может. Учителя физкультуры самая главная срок выполняет важнейшую социальную листью. Вы пропагандируете философию здорового образа жизни, прививаете любовь и к трудню, и к спортру. И вы становитесь первыми наставниками будущих олимпийских чемпионов. Укрепляя здоровье наших детей, вы одновременно укрепляете их волю и веру в свои силы. А это для ребят, для молодежи очень важно. А тем самым вы, дорогие учителя, помогаете формировать здоровое и сильное поколение, которое будет обеспечивать стабильное развитие нашей страны. Учителя физкультуры полноправные и уже становятся одними из главных членов нашей дружной педагогической семьи. Я поздравляю вас всех с праздниками. И хочу поблагодарить за ответственный и равнодушный подход в своей работе, за любовь к детям, за вашу доброту и отзывчивость. Лев Николаевич Толстой говорил о том, что надо неприменно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым нравственно. И это очень правильно. Развивая в детях физическое совершенство, вы готовите прочную, нравственную основу поколения будущего. Я желаю вам, чтобы победы ваших учителей, ваши, сопутствовали вам и на спортивной арене, и в вашей повседневной жизни. И еще раз, дорогие учителя, с праздником! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое, дорогая Анатольевна. Я хочу сейчас продолжать задержаться, потому что пришло время, и это стало доброй традицией в рамках нашего мероприятия выгнаждать души. Ну а начнем мы с вами с ограждениям лауреатов всероссийской.